Серьезно, чуть выиграть. Вот сейчас спорим, кто главное правильно передать клюшку. Вот это самое главное. Поэтому компонентам уже будет видно, кто победит. А второй должен подкатиться так, прямо из-за воротки выбегать. И получается перед ним, перед ним как бы чуть-чуть нагнулся, что кто-то ему передал эту кентистую нервную, чтобы он побежал. Ну что, ты болеешь за Ягра. О, за Яшина, да, как я обещал. Я за Ягра. Вот Радулф отвлекает вратаря, видите, клюшки мачут, он что-то свисток что-то будет. Сейчас его отвлечу, что свисток не услышал, как бы, и, то есть, потеряет полметра. Это очень важно. Поймал, поймал, поймал. Поймал, действительно. Вот он уже подъезжает, поехал, поехал, смотрите, вот сейчас, вот-вот. Вот, смотрите, неправильно едет он там, на Востоке. Смотрите, он стоячий. А вот, смотрите, там тоже неправильно. Да, уже разогнался. И тот неправильно тоже. Поехали. Константин Корнеев. А, для защитников спиной или для всех? А, да. Защитники, наверное, спиной. Да, да. И Гребешков. Корнеев, Гребешков. Вот, вот, опять неправильно подходит, опять неправильно. Надо поближе подкатываться. Где Кегли? Видите, сколько он потерял времени? Получается... А, нет, подожди. А, ну тоже защитники поехали, да? Подкатываться. Вот, смотрите, надо подкатываться прямо от ворот. От ворот подкатываться. Вот, 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 вот тут уже здорово. И вот Толкать. Вот. Против Патрика Торресона. Ох, как быстро все. Валерис Дарзинч. Красавица. Живо себе. Видно, что мощный. И последний участник, смотри, Афиногенов. А, нет, не Афиногенов. Комаров. Комаров-Кворозов. Ну все, Афиногенов шансов не оставит. Вот, смотри, Афиногенов сейчас подкатить как надо. Вот, смотрите, если не убежит. Вот, смотрите, наткнуться надо. Вот, настоящая эстафета. Вот, правильно. И Евгений Кузнецов против него. Ну, смотри, как-то. Без шансов, без шансов. Ну все. Очень солидный отрыв. Видно. Ну что ж, получается все логично. Самый быстрый хоккеист, мастер-шоу. Да и, пожалуй, что континентальная хоккейная лига приносит победу в эстафете своей команды. Ему предстояло быть замыкающим в этой линейке. И он, собственно, все и сделал. Он правильно подкатился. Именно ему передали как надо эстафету и досинели 10 метров. А здесь как раз проточили до красной. То есть потеряли эту... На усталости лишние 10 метров проехал восток, поэтому не получилось. Итак, 4-3. И 4-3 в мастер-шоу побеждает команда Яшин. Это такая солидная заявка, потому что мы должны с вами помнить, впереди у нас матч 6-звезд. А в предыдущих двух играх, которые состоялись на Красной площади и в Минске, в игре побеждала команда Якра. Что это будет сегодня? В мастер-шоу победа Яшин. 4-3. Ну уже хорошо, настроение уже будет получше у Запада. Потому что когда выиграешь, как бы с хорошими положительными эмоциями, переходишь на этот матч, посмотрим, какие заготовки сделают тренера. Если не разрешают побольше финтить и красоты, тогда будет очень много шайб. И если кто-то захочет выигрывать, то будет уже более технический хоккей и тактический. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!